всем привет вы всегда на канале сегодня чемоданах славян насенка но наши трое детей вот так вот брызгают ребят сегодня посмотрим самый топовый пляж ну как все считают я не знаю читаем ли мы так пляж каран или корон как правильно называется смотрим еще ряд пляжей проведем отличное время на пухете путешествия пухету продолжается обязательно посмотрите все выпуски потому что мы здесь почти все пляжи и посмотрели в общем ставьте лайк ось пишите комментарии на телеграм-канал подписывайтесь и погнали в новый выпуск приехали мы на пляж который называется hua beach смотрите еще пусто представляете мы здесь вообще одни-единственные вот это же виднеется камала бич туда счет тоже доедем обязательно посмотрим но вот на этом пляже почему-то вообще никого стоят рыбацкие лодки есть небольшой ресторанчик есть лежачки думали здесь искупнуться а в итоге поняли что купаться не будем потому что смотрите здесь какая во-первых грязноватая здесь такая вода и вот медуза красная с синими клешнями я уже читал про такие от них надо держаться подальше они не смертельные но жалят поэтому ну их нафиг пляж этот меняется мирожи отходи ты чё медуза но и нафиг так то ничего такой пляж вот мы сейчас уходить начали люди подошли но действительно смущает какой-то мусор в море и медузы это мне кажется плохой знак не стоит а так вот заезд такой спуск вы видели достаточно крутой парковка тоже есть но не то что нужно едем дальше вообще дано в хукете мы решили что посмотрим абсолютно все пляжи но я думаю из сколько там 30 с чем-то 30 мы точно посмотрим еще по дороге на пляж камалу куда собственно сейчас двигаемся на нашли еще такой очень интересный пляжечек смотрите здесь есть качельки вот такие бухты вот это прикольный тоже достаточно пляж вот темка давай тема с классные такие дал эти булыжники здесь кстати не такой вот мелкий песок здесь больше такая типа ракушка наверное больше но опять-таки здесь вода не вау но здесь тусуются местные вот так вот пляж выглядит в общем по сути то можно найти на пукете даже вообще безлюдные пляжи где будешь там ты и я дамы с тобой вот мы и добрались до пляжа камала наверняка здесь куча проходов к самому пляжу но вот мы с какого-то вот этого заехали сначала сюда осунулись на машине а в итоге пришлось потом корячиться здесь вот такое кафе . фруктики продают 3 килограмма по 100 бат затариваются кстати вот эти вот машины пикапы с фруктами самые кайфовые по ценам там всегда можно купить и по 3 килограмма за 100 4 за 100 ну и сам пляж добро пожаловать вот буквально там километр отъехать и людей вообще нету но медузы мы припарковались получается так что мы припарковались прямо возле кафешки я думаю что стоит посмотреть заодно цены обычный рис 20 бат так сколько бир здесь по 80 пивко так короче первое это алкоголь у них идет ладно салаты по 100 150 в принципе что обычные пляжные цены том-ям 180 спагетти вот 150 рис жареный 150 но это конечно дофига для риса вообще 50 потолок ну максимум 8 из какой-то туристичной зоне на 150 это конечно ого-го ладно а настенка все больше и больше облазит ты как туристка в натуре ужас все классно пляж мне нормальных хорошие людей как и везде в принципе есть правда песок просто где-то прям водится шикардосная вообще где-то вот все равно она вот такая вот зеленоватая что ли нет вот этого голубого бирюзового такого цвета ой волна о ротик выпал в общем такой пляж все будем купаться с камерой здесь нырять не буду нет в этом никакого смысла ничего мы все равно с вами не увидим к сожалению не знаю как вы выбираете пляжи напишите в комментариях но у нас главный критерий это естественно дети и вот там где есть волны они сразу говорят папа мама все мы остаемся здесь им вот надо на волнах кататься дает развлечение круто мирошка тоже полюбил эти голова только торчит здесь короче купы шмонают всех нас тоже остановили он заглянул посмотрел говорит соватика типа все нормально проезжайте хорошо мы приехали с виду так то прикольно широкий пляж единственное что сейчас очень срочно нужно найти место здесь огромная парковка для байков будет ли парковка для машин не знаю там подальше было но опять-таки и тише 650 метров вот сюда не совсем хочется кто-то уже а нет это токсично наконец-то мы добрались до всеми считается вроде как и они на самом деле все классные разные пляжи разные преимущества там или где-то больше кусочного где-то больше семейного где-то волны но этот пляж кстати очень очень длинный береговая линия длиннющая ну и море красивая не смотрите всякие статуэточки дракоша и какая-то речь как говно течка вот эта хрень не возбуждает конечно нам просто в инсте под рилсом который тоже залетел за 100 тысяч почти 200 по моему написали что вот возле этого хилтона самый кайф были но возле хилтона вон говно течка течет эй старшой 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 ты чё с такими игрушками гуляешь красавчик песочек прикольненький какая-то травушка зеленая да цвет моря классный сейчас вам покажу по ценам кстати здесь вот парашюты вот эти классная цена на каком-то пляже мы смотрели вообще трешка была а здесь вот пожалуйста спище 1500 одна персона банан 2 515 минут его трушка еще двушку корон или корон как там правильно здесь песок хрустит так словно ты идешь по снегу снежок мы попали в снег самый хрустящий пляж это каран это точно мы уже разложились а в итоге увидите дети забавляются на медуза приплыла они короче такие бесстрашные играют с ней такая красная которая жалит здесь мы решили переместиться тем более ска техническая зона с красным флагом все на стена приглашай нас в море купаться исследуем этот пляжик как пляжики следуем и водичку сейчас будем исследовать он и рожка уже она классно цвет то что доктор прописал он дети уже во всю купается интересно здесь будут рыбки пока в нашем списке топ какой пляж пляж свободы и рыбки красивые да а здесь кстати вода прохладно знаю не нет она прям прохладно да наверное ладно все это болтовня давайте тогда нырнем коли на прохладный посмотрим как нас будет видно там в глубине ныряемости раз два три вон мужичок выловил синюю медузу там я вместо грибы и кушать надо вот идет гриф ягри беже мы приехали до пляжа катаной называется и вот он даже сразу сходу нравится первых пока ехали красивый достаточно район там магазинчик это все очень стильно красиво оформлено но даже посмотрите вот эти вот отели на прибрежные как смотрятся здорово такой прикольный проход который еще скорее всего ночью будет советиться подожди подожди настен здесь он есть шахматы так не нам туда настен вот это вот это отельный пляж наверное вот красиво дашь вон сколько байков просто байк на байке да вот в таиланде конечно байках это да и вот он сам пляж это вот проход уже непосредственно для тех кто не живет в этом отеле ну собственно добро пожаловать на сам пляж море сегодня очень спокойно вообще видимо здесь есть волны судя по серфингу да вот они две палатки с серфом но сегодня нет сегодня прям вообще тишина ничего и никого прикольный традиционная на техническая зона ой людей конечно много хотя можно вправо влево отойти будет получше прикольный пляж я на самом деле в таиланде каждый пляж вот вроде не находится вот раз вот зовут это вот получается скалой за мысом стоит таким там уже пляжка то он совершенно прям по-другому выглядит каждый пляж по собственную классе почему вот мы решили приехать на пхукет и объехать абсолютно все пляжи интересно же получилось а посмотрим какая водичка но мне кажется здесь классная ну да вообще гляньте гляньте цвет единственное что солнца выйдет будет круто прям вот темка уже погнал дай а ироди мироша давай ныряй пока ехали мирошка спал дай вон ухо отлежала себе давай ныряй сынок давай давай ой умеряй давай ныряй давай иди ныряй иди-иди-иди давай вот уже на закате картина классная там стоят два катамарана такой закат прикольный и вся семья чё ты все устала устала ты от пхукета все скоро уедем хочется резюмировать наше нашу жизнь центре пхукета конечно прикольно потому что ну и цены лучше естественно не курортные впервые на пхукете мы попали на рынок это прям местный местный рынок здесь общение туристов мы здесь одни туристы потому что мы живем в тайской деревне да вот он курицу выбирает полноценную часто что-нибудь выберем здесь даже запахи специфические такие не как на туристических рынках но зато очень масштабный на самом деле рынок здесь можно купить абсолютно все почему-то вас тоже есть что он виноград есть вкусный наверное наше утро традиционно начинается со сборки вещей все уже упаковали осталось только грузить в машину мы вообще думали что здесь еще продлимся до последних чисел января но ничего не получилось потому что оказывается уже забронировали ну да ладно значит будем придерживаться нашего плану и сегодня мы посмотрим еще два пляжа которые мы очень хотим посмотреть на пхукете и отправимся на крабе за что мы любим обычное жилье когда ты в культуру до погружаешься смотрите каждый переносили нам вкусняшки детям фрукты а сейчас мы учитывая что не знаем как и кому раздавать завтра уже уезжаю в итоге отдали эту огромную пачку попкорна попросили ее здесь раздать детворе она такая вот типа хорошо так обрадовалась вот себе немножко цепили чтобы детки поели остальное дали на туда 30 литров этого попкорна переборщили мы что-то сниму но фотосессия напоследок все мы собрались выехали в общем возле с урина есть какой-то там красивый пляжик мы его так и не поставили покажи ли возле с урина и заехать еще хотим на банктаула ну и все и двигаемся на крабе спасибо этим людям кто нас заселил сюда в этот домик хозяева еще прекрасный просто такие презентики еще попкорн был у нас с мэджи карнавала мы и дали попросили раздать местным детям вот она нам собрала еще контейнер сынок упорно видимо остаточки и дала нам в дорогу теперь у нас есть контейнер мы добрались до пляжа который считается одним из лучших пляже давай на пхукете так ли это сейчас посмотрите и скажите здесь вот парковка такая самом деле небольшая и есть огромная смотровая на котором он ждет классные фоточки офигенный здесь просто смотрите какая потрясающая лазурная водица такой клевый пляж людей вообще минимум нужно найти как сюда спуститься реально это очень важно я прям хочу здесь купаться дай там люди так мало мне кажется проблематично добраться не факт мы почитали что нужно во первых 900 метров сейчас вернуться там негде машину оставить то есть ногами а потом еще минут 15-20 идти по вот этой сложной тропе мы ходили на такой пляж freedom пляж свободы короче нет никакого желания по этим трупом сейчас гонять в такую жару поэтому едем на банктау тот пляж который оставили на потом и когда мы жили рядом моего к сожалению посетили поехали есть ответьте даже это все на словах лухари кемпинг лухари все попробуем посмотреть что же за кемпинг лухари надеюсь нас пустят здесь конечно очень клево на территории проходим получается на пляж через бар красивая атмосфера правда не понимаю почему глэмпинг находится ну и вот мы попадаем на кусок этого пляжа банктау потому что сам пляж он очень очень длинный вот нет такой воды как вот например на том диком пляже как диком до мало доступным труднодоступным а здесь вот канава какая-то сливается и непонятно как ее даже перейти чудо за говно течка стекает сюда ну пойдемте пробовать растенка вообще туда куда-то уплыла уже далеко ой какие здесь рыбы хочу дохлая что ну походу дохлая не не она дохлая были ну какая-то жесть чё за говно течка даже рыбы дохлет ну дохлая рыба и а нет она так плавает походу на самом деле не нет вау-эффекта от этого пляжа ты какая-то зеленая вода нет вроде видно но цвет зеленоватый просто не может быть мы не знаю такой короче пляж банкта убить все мы купались него конечно не восторгим от этого пляжа ну да ладно едем на крабе там вроде как крутые еще пляжи ехать там 2 часа 37 минут 154 километра но перед этим нам нужно еще заехать покушать набрали бы мы кучей дым напитки рекомендуем конечно брать в сэване очень удобно в сэвана лаване вот такие вот роллы тоже рекомендуем брать это типа корейская еда классно очень увесистая прям наедаешься с одного и вот такой вот есть вариант острой с миском но со свининой можно взять вот такие вот нарезки яблок тоже на стоит правда дороговато это это какой-то весна короче фиговина яблоки по 50 и еще вот такие треугольнички можно взять в пачке они тут же игре ну что же вот и все мы выезжаем с пхукета через мост кто не помнит да и кто не смотрел здесь мост и вот такие вот турникеты словно ты заезжаешь в какую-то другую страну фикс здесь обычно еще полицейские стоят но в данном случае сейчас их нету и аналогично вот видите в ту же сторону и мы попадаем на мост который буквально там несколько метров пару сотен по моему и будем уже на материке вот добро пожаловать на мост так он выглядит по сути вот прям небольшой с этой стороны пляжики и с этой стороны пока пхукет пока не прощаемся говорим до свидания до новых встреч а